Вопреки возникшему у многих ощущению, что на истории с Навальномайданом, бездарно проваленным отечественной оппозицией можно ставить точку, в кругах соратников этого революционера снова началось нездоровое шевеление. По поверхности изрядно обмелевшего и вроде бы успокоившегося болотца опять пошла рябь с громко лопающимися пузырями, видя обещание резко усилить активность и расширить географию протестных выступлений чуть ли не на всю Россию. ЭВК собирается создавать новые штабы и чуть ли не объявляет всеобщую мобилизацию для желающих поучаствовать в новых безобразиях. Неужели нас ждет новый сезон сериала «Свободу Навальному»? Попробуем разобраться, кто в таком случае может стать режиссером и, главное, продюсером этого действа. Я протест слепила из того, что было. О намерениях в самом скором времени открыть региональные штабы Навального в еще как минимум 10 российских городах Астрахани, Абакане, Ульяновске, Владимире, Курске, Кирове, Оренбурге, Петрозаводске, Чите и Улан-Удэ, заявил буквально вчера Леонид Волков, координирующий деятельность ЭВК в регионах. По его словам, именно в этих местах у оппозиции есть все шансы отобрать на предстоящих выборах мандаты у представителей Единой России. Так же, как признался Волков, революционеры, будучи уверены в том, что в Дагестане очень сильны протестные настроения, замахиваются даже на Махачкалу. Правда, пока что там пытающимся представлять их интересы активистов, под штаб не захотели выделить даже сарая, а где-то и вовсе поколотили, но это, как считает Волков, не беда. При этом оптимистический настрой регионального координатора изрядно нивелирует тот факт, что руководителей этих самых будущих местных ячеек он вынужден искать в интернете, призывая присылать свои резюме всем желающим вступить в революционные ряды, стартовав сразу с должности местных руководителей движения. Этот момент служит подтверждением данным относительно изрядных брешей, пробитых в этих самых рядах недавними протестными акциями и достаточно жесткой реакцией на них со стороны власти. Иных, как говорится, уж нет, а те далече. Тот же юрист ТВК Владлен Лось предпочел благоразумно отъехать за кордон одним из первых. И это неудивительно, уж он-то в силу наличия определенной профессиональной подготовки, прекрасно понимает, на какой тонкой ниточке сейчас повисли организаторы январских беспорядков. За большинством видных навольнят сегодня числиться, как минимум, по парочке статей административного кодекса, призывы к несанкционированным массовым акциям, участие в них и тому подобное. А ведь далее дело может плавно перейти уже в плоскость законодательства уголовного, ответственность может наступить по таким его неприятным аспектам, как вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, подстрекательство к массовым беспорядкам, блокирование транспортной инфраструктуры и прочим. Все это, конечно, статьи не расстрельные. Однако, будучи подобраны в соответствующий букет, они вполне способны отправить революционеров на одни нары с их ненаглядным вождем, чего им, конечно же, совершенно не хочется. Более того, Навальный, выстраивая собственные организационные структуры по достаточно жесткой авторитарной вертикали, замкнутой лично на него, сам оставил собственное движение без каких-либо ярких лидеров, способных заменить выбывшего главу. Ну и, наконец, самое главное, наблюдающиеся в рядах отечественных оппозиционеров явный разброд и шатание вкупе с растерянностью и унынием, вызваны в первую очередь осознанием того факта, что великий и ужасный Запад, на поддержку которого они так надеялись, в реальности на помощь не придет. Абсолютно декоративные санкции, вызвавшие во властных кабинетах Москвы, разве что издевательский смех, идущим моментом для всех сторонников Навального является также и то, что от него открестилась одна из наиболее авторитетных международных правозащитных организаций Amnesty International. 17 января он был торжественно объявлен ею узником совести, но уже 23 февраля отца русской демократии этого высокого статуса лишили. Причина, по официальному заявлению представителей АИ, заключается в том, что юристы организации, проанализировав высказывания этого политика, сделанные им в 2000-е годы, пришли к выводу, они находятся на грани ксенофобии и пропаганды ненависти. Впрочем, даже считая Навального узником бессовести, Amnesty International продолжает настаивать на его освобождении. Тем не менее, в глазах мирового сообщества такое разжалование серьезно понижает его позиции. Госдеп США теперь будет по-другому. Как бы то ни было, если господин Волков продолжает твердить об открытии новых штабов, значит прогоревших революционеров кто-то продолжает финансировать, причем достаточно щедро. Сказки о поддержке простых россиян тут категорически неприемлемы. Об их отношении к выдворенному за решетку Навальному лучше всего свидетельствует ставшее в Рунете вирусным видео, на котором простая пенсионерка из покрова желает этому деятелю, простите, сдохнуть. Снято оно, кстати, журналистами проекта «Настоящее время», то есть «Радио Свобода», так что это уж никак не постановка кремлевских пропагандистов. Нет, на том же видео есть и сторонники оппозиционера, однако они находятся в явном меньшинстве. Да и не пойдут эти люди на баррикады ни за Навального, ни против Путина. По мнению действительно думающих экспертов в области социологии и политологии, в России сегодня и близко нет ничего, напоминающего пресловутую революционную ситуацию. Мутящие воду студенты и гиганты мысли из креативного класса, которым вечно хочется приключений. Это максимум десятая часть населения страны, перевернуть ее, к счастью, совершенно не способная. Опять-таки, по мнению экспертов, власть нынешней зимой прекрасно справилась с задачей погашения протестной волны, в своих действиях она сумела совместить достаточную жесткость, заставляющую задуматься участников беспорядков, с предельной аккуратностью, благодаря которой ни лидеры оппозиции, ни Запад не получили долгожданных сакральных жертв, необходимых для расширения и эскалации протестов. По уму, балаган нужно заканчивать, признав свое полное и окончательное поражение. Однако, как в таком случае, быть сформировавшейся за долгие годы вокруг Навального и его ЭВК, прожорливой прослойкой хорошо всем нам знакомых профессиональных протестунов. Им-то что делать прикажете? О том, чтобы вся эта публика занялась более или менее созидательным трудом, речи, конечно же, быть не может. Исходя из этого, можно предположить, что оставшиеся на хозяйстве в том же ЭВК публика, вроде Владимира Ашуркова и Леонида Волкова, сейчас будет стремиться к тому, чтобы оседлать какие-никакие финансовые потоки, идущие с Запада, для поддержки российской демократии. Судя по тому, что речь идет о новых штабах, кое-что на данном направлении у них уже получается. Естественно, вопрос о том, кто займет пост лидера протестов, пока остается открытым. Кое-кто склонен считать, что недавний ваяж в Германию Юлии Навальной был как раз поездкой на соответствующий кастинг. Однако, судя по всему, конкурсный отбор эта дамочка не прошла. Оно и неудивительно, если вспомнить ее выходку «Сводочки принеси» в самолете во время возвращения оппозиционной четы в Россию. Все-таки какой-то минимальный интеллектуальный ценз обязателен даже для революционеров. Да и совершенно провальный опыт с президентшей Светой тоже работает не в пользу этой кандидатой. Те силы и структуры на Западе, которые никак не могут отказаться от намерения раскачать ситуацию в нашей стране во время назначенных на нынешний год парламентских выборов, будут пытаться обходиться тем, что есть под рукой, несмотря на явную ущербность и несостоятельность имеющихся в наличии оппозиционных кадров. Вырастить новые все равно ведь не успеют. Опять же, действующие сегодня в стране протестные структуры, вроде абсолютно обанкротившегося ВК, совершенно не заинтересованы в том, чтобы делить и без того изрядно оскудевшую кормушку еще с кем-либо. Есть отбывающий срок, Навальный в роли символа, есть они, вполне готовые наслаждаться жизнью, теперь дело только за тем, чтобы были благодетели, готовые оплачивать весь этот банкет. Они, впрочем, никуда не делись. Недавнее выступление нового государственного секретаря США Эдварда Блинкена на тему грядущих изменений во внешней политике, представляемой им страны, по большей части было посвящено как раз вопросу продвижения демократии во всем мире. Надо отдать Блинкену должное. Он открыто признал, что ранее эта цель достигалась путем дорогостоящих военных интервенций и силового свержения неугодных Вашингтону режимов. По словам госсекретаря, эта тактика, имевшая под собой исключительно благие намерения, не сработала, при этом нанеся значительный ущерб самой идее продвижения демократии, и отныне Соединенные Штаты от нее решительно отказываются. Дословно мистер Блинкен заявил, мы будем делать это иначе. При этом он, конечно же, уточнил, что американское государство намерено подавать пример, проводя реформы, борясь с коррупцией и пресекая несправедливость, но вы хоть на секунду верите в то, что на деле все будет именно так? Я тоже нет. Скорее уж можно предположить, что США в очередной раз намерены вести незримый бой с теми, кто им не угоден с помощью своего излюбленного и самого мощного оружия, денег. Ведь вопрос о том, чтобы попросту не лезть в чужие внутренние дела и прекратить навязывать всем вокруг собственные ценности, не ставится Вашингтоном в принципе. Следовательно, борьба с неугодными режимами будет продолжена и Россия, будем реалистами, все также стоит в их списке, если не на первом, то на одном из первых мест. Будет ли Запад за недосугом времени использовать ныне действующую в нашей стране пятую колонну, или же примется параллельно с этим формировать новую, не суть важно. Для поиска ответа на этот вопрос в России есть соответствующие органы и, как говорится, специально обученные люди. Важно понимать, что истинные корни российского протеста находятся далеко за пределами нашей родины и будут подпитывать его, увы, еще очень долго.